Библейский портал экзегет.ру представляет Запись данной лекции будет размещена на библейском портале экзегет.ру и данная лекция проводится совместно с редакцией этого портала. Кафизма 2, Псалом 14. 1 стих 14 Псалма «Кто может пребывать в жилище твоем?» открывает рассуждение о критериях допуска людей к участию в общественном богослужении. Бог не причастен к злу. Творящие зло, они сами отдаляются от Бога. Бог праведен, ищет правды. И тот, кто творит правду, может приблизиться к нему. По предыдущему Псалму, Бог вроде праведных, в обществе праведных людей. Он среди праведных пребывает. Следовательно, не всякий человек может войти в святилище Господне, стать на месте его особого присутствия. Возможно, 14 Псалом говорит не только о требованиях человеку, входящего в освятилище, но даже и о некотором богослужении, молебне, которое могло совершаться у входных ворот скинии или храма. В таком случае перед нами наставление священника, возможно, левита, паломнику, который отправляется на ежегодное поклонение и приходит в Дом Божий на какой-то праздник. Так, вопрос, кто может обитать на Святой Горе Твоей? Этому вопросу посвящен весь 14 Псалом, написанный в духе литературы мудрости. Аналогичный вопрос, кто взойдет на гору твою, повторяется в последующем, в 23 Псалме, который продолжает и расширяет начатую здесь мысль. Псалмы, расположенные в Псалтире между 13 и 23, не делают, как ни парадоксально, ударение на покаяние. Напротив, они говорят о благочестии тех людей, которые приближаются ко Господу. Мы можем спросить себя, значит ли это, что перед нами какая-то особая группа псалмов наставлений паломникам? Об этом можно только догадываться. Стих первый. Кто может пребывать в жилище Твоем? Ветхозаветный период Бога можно было встретить только в определенных святых местах, доступ к которым был ограничен. Указано здесь жилище Огель, ничто иное, как скиния, шатер, в котором Бог открывался своему народу в период от Моисея до Давида. Главной святыней скини, как мы знаем, был ковчег Завета, который находился во святая святых скини, и там над крыльями херувимов был символический престол Господень. Там имя его открывалось. После различных странствований Камчех был перенесен в город Давидов, в Иерусалим, и помещен в скинию на святой горе Сион. Впоследствии на этом месте Соломон построил храм. Указанные в первом стихе 14-го псалма глаголы «приобывает» и «обитает» буквально указывают на временное пребывание, а не на постоянное место жительства. Святилище не было предназначено, чтобы там кто-то в буквальном смысле слова «жил». Случай с Самуилом, который лежал в храме Господнем, по всей видимости, он охранял всю ночь входные врата и следил за светильниками, которые не должны были гаснуть. Так вот, этот случай с Самуилом скорее исключение, чем правило. Паломники посещали скинию, чтобы иметь близкое общение с Богом, и уходили домой. А если у них была необходимость остаться, при скинии на несколько дней, тогда они поблизости разбивали палатки. Отсюда и праздник кущей, шатров, палаток. Некоторое количество дней, когда паломники жили при храме, не для кого от него. Ответ на вопрос, так кто же может обитать на Святой Горе Твоей? Содержит десять предписаний, пять положительных и пять отрицательных. В близком по содержанию литургическом тексте из книги Исаии содержится только четыре таких предписания, а в двадцать третьем псалме шесть. При этом важно обратить внимание не этот параллелизм пять плюс пять, или не на символическое число десять, которое, может быть, здесь употребляется в качестве упрощения, запоминания тех или иных истин. Скорее, здесь обращают внимание наибольшее для нас сегодня не только какие требования выдвигаются хотящему войти на Святую Гору, но и то, о чем данный псалом вообще не говорит. В частности, здесь нет никаких упоминаний о личных и соборных молитвах, о добровольных и обязательных жертвах. Богослужения на Горе Сион состояли в основном из жертвоприношений и молитв. Однако псалмопевец здесь, следуя пророкам и учителям мудрости, кажется, вовсе не обращают внимания на внешние формы богопочитания. Отсюда можно сделать вывод, что для автора псалма все это будет бессмысленно, если аморальный образ жизни паломника идет вразрез со святостью жилища Господня. Если предположить, что 14-й псалом исполнялся при вратах храма, тогда уместно провести параллель с грозной проповедью пророка Иеремии, который по специальному указанию от Господа стал при вратах Дома Господня и упрекал, порицал всех, кто туда входил для молитвы. Итак, стоя при входе в Дом Божий, Иеремия упрекал иудеев в моральных нечистоте, кражах, убийствах, прелюбодеяниях и длопоклонствия. 7-я глава пророка Иеремии. Раз избранный ранее город-селом, вследствие недобросовестности народа, перестал быть местом особого пребывания имени Господа, значит, напрасно иерусалимские паломники надеются на слова «здесь храм Господень, здесь храм Господень, здесь храм Господень». Повторенные трижды эти слова словно усиливают этот акцент. Они себя считают спасенными только потому, что храм среди них, и они в храме. Своими мерзостями они превратили Дом Божий в вертеп разбойников. Посему, если они не наведут порядок в этике своего поведения, тогда по Иеремии Господь Саваоф не оставит их жить на этом месте. Во втором стихе 14-го псалма звучит ответ на постально высший вопрос. И этот ответ начинается с идиома. Тот, кто ходит непорочно. Идея жизненного пути, как некой прогулки по тропе или хождение по некой дороге жизни, напоминает распространенное в книге притч учение о прямом пути, ведущем к жизни, и о кривом пути, ведущем к смерти. Первый путь – путь правильных, а второй – путь нечестивых. Ходящие непорочно по притчам, хранимые Богом, они будут жить на земле, наследуют добро, не упадут с дороги в пропасть, в яму. Слово «непорочный» томим, непорочные, не только намекает на первый псалом, который словно открывает врата ко всей псалтыри, или на праведного Иова, как образец безупрочного и набожного поведения, что мы видим прямо из первого стиха книги Иова. Термин «непорочный» имеет в том числе культовую окраску. Непорочными назывались жертвенные животные, пригодные для богослужения, у которых не было ни пятна, ни изъяна, то есть ни одного порока. Следовательно, призыв из книги «Второзаконие» «Будь непорочным пред Господом Богом твоим», обращенный ко всем Божьим людям, предполагает не только ответственную гражданскую позицию, но и благоговение пред Творцом, сотворившим небо и землю. Верное устроение этики предполагает активную жизненную позицию. Такой человек ходит непорочно и делает правду. Это и есть главная характеристика тех, кто дерзает войти в Дом Господень. Следом, после этого второго стиха приводятся примеры. Во-первых, непорочные это те, которые говорят правду и не обманывают. Когда у человека истина на сердце, у него чисты помыслы. И наоборот, чистота помыслов говорит о том, что в сердце у него верное, истинное устроение. Но чистота помыслов еще не означает, что нам можно по-простецки болтать обо всем, что приходит на ум. третий стих Псалма связывает чистоту речи с доброжелательным отношением к проживающему рядом соседу. Славянское искренний на самом деле говорит о соседе, о том, кто рядом со мной живет. такой непорочный, не распространяя злых слухов, как об этом говорит девятая заповедь. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Предостережение от клеветы, сплетен и других вредоносных употреблений языка постоянная тема притч. Стих четвертый начинается с антиэтического параллелизма. «Достоин войти в храм тот, кто отвергает презренного и чтит боящегося Господа». Загадочный термин «презренный» может иметь как положительные, так и отрицательные коннотации в зависимости от его словопотребления в Библии. Но поскольку в 14-м псалме некий отверженный презренный противопоставляется боящемуся Господа, следовательно, скорее всего, здесь речь идет или звучит скорее императив сторониться подлецов и непотребных людей. Итак, презренный человек, которого общество презирает в силу его аморальности. Далее речь идет о клятве. Клятвой по Пятикнижию считалось любое обещание Богу. За некоторыми исключениями все клятвы должны исполняться. Если кто дал обет Господу, то он, цитирую, не должен нарушать слово своего, но должен исполнить все, что вышло из уст его. Экклезиаст предупреждает, чтобы не медлить с исполнением обетов, данных Господу. Поскольку Бог не благоволит к таким глупцам, то лучше тебе вовсе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Поэтому по 14-му псалму даже та клятва, которая может принести боль, пойти во зло, давшему клятву должна быть исполнена. И в этом случае я обращу внимание на русский синодальный перевод 4-го стихла 14-го псалма. На мой взгляд, этот перевод не очень точен. Дерзну так утверждать на основании сравнения древнееврейского и древнегреческого текста. По древнееврейскому тексту здесь речь идет о том, что буквально клянущийся во зло не то, что кто-то клянется хотя бы злому, как в синодальном тексте, а то, что клянется во зло. По синодальному тексту возникает некоторая двусмысленность. Что значит клянется злому? Клянется, что он хочет замыслить и исполнить зло? клянется злодею, злому богу, поклоняется злу, как некому абсолюту? Нет, об этом в Библии речь не идет. По сейдности и в древности загадочное выражение древнееврейского текста «клянущийся во зло» вызывало смущение. Поэтому вместо инфинитива от глагола «дело», «зло», «плохо» обращаться, греческие переводчики решили употребить слово «ближний», «плесьон». И в итоге греческий и следом за ним славянский текст получает такую интерпретацию «клянущийся ближнему своему» и не изменяет. В том и другом случае речь идет о том, что клятва неотменяема. Но если по еврейскому тексту обет дается самому Богу и он должен быть исполнил даже если мне от этого будет плохо, то в греческом переводе объектом клятва становится человек. И тут мы видим так сказать разную цель и разное следствие в отношении того, что такое клятва и какая клятва должна быть ненарушимой. Пятый стих. Последний стих Псалма также имеет параллелизм. Достоин войти в храм тот, кто не дает денег в рост и не берет взяток против невиновных. В первом случае так обозначается правильный способ раздачи денег, а во втором запрещается незаконный способ получения денег. Закон Моисеев запрещал кому-либо взимать проценты по кредитам со своих ближних. Это правда не означало, что категорически были запрещены любые ростовщические проценты. Прибыль по займам разрешалось брать с иноземцев. брать проценты соплеменников, которых часто Библия называет бедными, которые находились в бедственном положении, было запрещено, поскольку буквально по многим текстам они заимодавцам приходились братьями. В отличие от кредитных операций, которые все же имели некоторую дифференциацию, взятки были категорически запрещены, поскольку Бог не смотрит на лица и не берет даров. Поэтому и ты по книге Схода даров не принимай, ибо дары и тут крылатая фраза, советую всем ее записать, выучить и через день повторять. Ибо дары особенно, я думаю, вы понимаете, кому это относится, ибо дары слепыми делают зрячих и превращают, буквально извращают дело правых. слепыми делают зрячих. По словам мудрецов, нечестивый берет подарок из пазухи, чтобы извратить пути правосудия. Упомянутый здесь параллелизм полностью соответствует духу всего пятикнижия. Правды, правды ищи, дабы ты был жив и овладел землею, которую Господь Бог твой дает тебе. Если человек не ищет правды, как он может пристать пред Господом, который по определению является судьей праведным, правды ищет и в правде пребывает. Псалом заканчивается обещанием. Поступающий так не поколеблется вовек. Это не означает, что жизнь всегда должна быть простой и непорочной, никогда не столкнуться с трудностями. Напротив, автор 12-го псалма прямо говорит о возможном злорадстве врагов, если я поколеблюсь. Но, как и в псалме 124-м, здесь речь идет о некой точке опоры, надеющейся на Господа, приобретает устойчивость, пребывает вовек, становится твердым, неподвижным, как сама скала, как сама гора Сион. Несмотря на то, что, по словам Иисуса Христа, истинные поклонники не связаны уже ни с Иерусалимом, ни с другим определенным местом поклонения Богу, но поклоняются Богу, цитирую, в духе и истинной. Тем не менее, мы призваны к тому же образу жизни, который описывает псалмопевец, поскольку сам Спаситель не был нарушителем, но исполнителем всякой правды Божией.